Левый, правый глазик. Правый. Ставьте подбородчик. Зрение лучше было после операции, но хорошо. Пациентка Татьяна Донского говорит, раньше, чтобы попасть на осмотр к специалисту, ждать приходилось несколько часов. На этот раз не больше 30 минут. Я в Ирашевску там сидела, полдня у меня уже голову прекращалась. Народа очень было много. Сейчас пока нормально. Поликлиника переехала в новое помещение. Находиться в прежнем здании на Новосадовой стало попросту опасно. Новое здание офтальмологической поликлиники в два раза больше прежнего. Благодаря грамотному распределению кабинетов, здесь теперь могут принимать в два раза больше пациентов. Время ожиданий в очереди сократилось. Мы провели комплекс мер специальных, и поэтому многих пациентов мы принимаем, что называется, с улицы, с колес. А очередь практически по любому вопросу не больше двух недель. Поэтому вот она доступность. Отделение, которое в день принимало 40 человек, сейчас принимает 65-70. Лазерный и глоукомный центры, дневной стационар, передовое оборудование. В год поликлиника глазной больницы принимает больше 100 тысяч пациентов. На вооружении врачей и уникальные технологии. Это находка даже для всего Приволжского федерального округа. Это так называемое офтальмоэндокринологическое отделение. Вы знаете, что идет рост с заболеванием сахарный диабет, гибетическая сетчатка. Это осложнение встречается все больше и больше. Это потеря зрения. Это, в принципе, личная катастрофа для человека, который теряет зрение. И вот эти предупредительные все мероприятия в значительной степени повышают качество жизни. Добраться до нового здания глазной поликлиники на улицу Запорожская труда не составит. Здесь ходит общественный транспорт. Алина Чемерис, Константин Головин. События.